Мы садим каждый день в церкви, молимся. Да ты что, вот молодцы какие. А у нас, смотри, какая книга есть. Миблия. Ой, у нас такая же есть. Только у нас самый свет. А вы где живете? Город Барнаул, Алтайский край. Ого, мы в тревоге. Тихо. Позвольте сразу быть на хоморок. Подскажите, пожалуйста, что делать? А вы знаете... Так, очки сними-ка, сними. Я не люблю, когда в очках. Убери очки. А вы знаете, что будет в воскресенье праздник? Да, Пасха. Пасха Христова. Мы будем выступать. Вот как. У нас тоже готовится концерт будет детский. У нас тоже будет детский. Еще сценка. О, так, тихо. До свидания. До свидания, давайте, с Богом. Счастливого пути. С Богом. Жили нормально, они как здесь вот, садом устроили. Расскажи мне об Иисусе Христове. Пожалуйста. Вы только не выключайтесь. Когда первые люди согрешили, Адам и Ева, Господь изнал людей из рая. И смерть поселилась... Людей, извините, людей это кого? Адама и Еву. А, все понял. Два человека было еще, больше не было. Они взяли от запретного дерева плод. А Господь сказал, день, в который вкусишь, смертью умрешь. Это мы все считаем в святой книге, которая называется как? Библия. Библия. Это понятно. А кто их подтолкнул на то, чтобы... Змей, 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 дьявол, дьявол, сатана. Змей, да? Демон. Так и написано. Змей был хитрее всех животных. И вот с тех пор смерть поселилась во все живое. И уже умерло из-за этого согрешения больше ста миллиардов человек на земле. За 15, за этих, за 7,5 тысяч лет. От Адама до Евы, ну, 7580, что ли, лет. Вот. И Господь, Бог послал на землю Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии и Духа Святого. И в 30 лет Он вышел на проповедь. А в 33 года Его распяли, прибили ко кресту. И Он пришел взять грехи мира на Себя. В третий день Он воскрес. Вот на этой неделе, воскресенье, вот это тут рядом будет, будет Пасха. Пасха – это исход евреев, высший из Египта. А мы, веруя, выходим из рабства к греху. А я... А я не верю, что Его воскресили. Ну, раз не веришь, по неверию будешь, говорит, кто будет веровать. Спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А я мусульманин, я верю в Ислам. Ну, а что Ислам? Через 600 лет пришел Ислам-то. Вы это знаете? Да. Ну, так а что, 600 лет что, не знали? А апостолы-то с ними вместе жили? Постой-ка. Какая разница? Так, считай, что написано? Коран. Давай, считай, что написано? А вот это я не знаю. 155-й человек, и ни один не знает. Что ты знаешь-то? И мы наши православные. Я знаю, я знаю читать Коран, а вот сзади я не знаю. О! Я сейчас. Я не... Так, тихо, тихо. Космичку не запачкать, она хорошая у нас. А что такое Коран? Христос умер за наши грехи. Евангелие говорит, а кто не так будет проповедовать Анафе Моему? Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Как это так? Это уже нельзя-то говорить. Через 600 лет пришли и начинают учить, как верить. Люди за это умирали. 475 человек, только тысяч казнили. Не через 600 лет пришли. А через сколько? А через сколько? Коран был миспослан, чтобы донести религию до людей. До него не знали, все были глупые, один умный. А скажи, в каком году он умер? Он умер, когда ему было 63 года. В каком году? Видишь, убежали. А почему вы здесь сидите? А для того, чтобы людям рассказать о Боге, потому что люди всякие пакости делают, видишь? Ага. Мы людям рассказываем о Боге, чтобы они не грешили, чтобы не безобразничали, чтобы знали, что сказать. Сейчас вот в воскресенье будет большой праздник. Знаешь про это? Пасха будет. Пасха Христова будет. А, да, знаю. Ну вот. Надо в церковь ходить, считать Евангелие, Бога славить, что за нас Отец Небесный отдал Сына Своего Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Я понимаю это. Да. Вы можете зайти на наш ресурс. У нас очень большой видеоканал. Редкий такой. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Запомни. Все, пока. До свидания. До свидания. Дела хорошие. С Богом, потому что нам весело здесь. Мы Бога славим. Вот в воскресенье будет, Пасху справлять будем. Вон, видишь, тебе девочка машет, привет тебе посылает. Привет. Привет. Мы тоже будем справлять Пасху. Да. В церковь надо ходить, верить. Православную церковь посещать. Там батюшки благословлят вас. Вот так. Вот такая у нас книга есть. Ты считать-то умеешь? Конечно, умею. Как называется? Библия. Библия. Да, Библия. В ней говорится, как спасти душу нашу можно. Верой во Иисуса Христа. Что Он наш Спаситель. А ты где идешь? Да. Я вот просто каждый день в церковь хожу. Да, молодец. Вот посты соблюдал, вот этот пост великий был-то. Пост соблюдал, постился? Да. Ну вот хорошо. Вот хорошие ребятишки попались сегодня. А вам попадались плохие? Да, всякие бывали-то. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. У меня и всякие дети побывали. Видишь, как стрекоза. Там я сочувствую. Стрекоза. А вы сами из какого города? Город Барнаул, Алтайский край. Так, подожди тогда. Ну пока ладно, тогда отойдем. Ну, тоже самое смотрю, что... Вот. Как дела? Да слава Христу. Мы пришли сюда проповедовать Евангелие людям, потому что тут Содом и Гоморра. Что попало тут делается? Безобразнейшее. Это хорошо. Ну, как считаем, Псалтирь, Евангелие, слух. Чтобы маленько хоть приобщались к Богу. То есть вот воскресенье у нас Пасху Христову встречают. Некоторые даже не знают про это. Живут безбожьи. Воскресенье, да, в это воскресенье? Да, в это. Вот четыре дня осталось. А родительский день когда-нибудь скажем? Да. Вроде не надо. А мы Алтайский край, Барнаул. Мы строим православную деревню. А вы с нами встречались уже когда, нет? Нет. У нас очень большой ресурс, YouTube-канал. Можете зайти. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, а если вы забудете, не записали раз. Забудете. Вот. Там у нас все снимается. Как в церкви, как с детьми. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы выйдете на наш канал. Это большой канал. 14 850 роликов. 35 000 подписчиков. Просмотров 34 миллиона. Там у нас все снимается. Все. Ну, мы как молимся, храм строим. Там все показано. Мы не слепляем. Вот как есть, так и ставим. С Богом. Да. Я пойду, мне работать надо. Ну, давайте, давайте, работайте. С Богом. Он, видишь, машет рукой уже. Своимно. С Богом. Вот такая борода длинная. А что у вас безбородый-то почему? Борода это естественно. Мужчине Бог дал. А зачем под женщину подделываться, бритым быть? Под каблучники? Я, я ивритый. Да какой не бритый? Одна щетина. Это безбородые. Да. Да ну. Вы когда-нибудь эту книгу читали, нет? Нет. Не читали. А там говорится, как над слугами царя Давида насмеялись. Это было три тысячи лет назад. Полбороды обрили. Так он их в Иерусалим не пустил, пока бороды не отрастут. А мы идем в небесный город. Вы зайдите в православный храм, посмотрите. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы. Безбородых ни одного нету. Ну, есть там Пантелеем, там молодые мальчишки. Бог дал знак. Бог дал знак власти над женщиной. А вы откуда? Город Барнаул, неоткуда. Я здесь и сижу. Вы хотите спросить, где нахожусь? Да, да, да. Ну, а то откуда-то я приехал, откуда. А я никуда не выезжаю из дому. Значит, город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. Кто же, Оль? Это ваш внук, да? Или внучка? Кто ты такая-то? Скажи. Покажи ему свои игрушки-то. Покажи, какие у тебя красивые игрушки у нее. Он как? Ну, ладно, хватит, уронишь. Вот. Мы строим с нуля православную деревню. Где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем с ним. Вот. Вы-то годитесь такой, нет? Ведь материшься вовсю. Я по лицу вижу, что матерешинник. Нет. Да неправда. Если в Бога не верят, он не может быть другим. Он обязательно матерешинник будет. Это курить я курю. И курить куришь, и все сойдет дальше. Трудно найти, чем бы ни занимался человек, который под властью сатаны находится. А из-под власти это Христос избавляет его. Дай дяде показать. Сейчас я покажу ему дядю. Он никогда не видал такого. Дай-ка. Он, дядя, посмотрит, что у нас, какое сокровище. Голубок. Это голубок? Да. А у вас твои голуби, да? У меня в городе одна наверху голубятня, и в деревне две. А это я в комнате держу парочку. Они воркуют, и мне нравится очень. Такое смею. Ну-ка, давай. Лети, лети, голубок. Давай, давай. Давай. Вот они у меня какие. У нас целых три голубка в доме. Один в клетке, а другие. С праздником, с Паской Христовой. Я всех спрашиваю, а у вас дома такая книга есть? Есть, но она не в этой квартире. Мы еще ее не освещали. А вы ее читали? А вы зачем мажетесь это? Мажетесь-то зачем? Мы верующим разве положено это делать? Иоанн Златоуст это осуждает. Мы являемся храмом Божьим. И теперь начинаем храм этот, Божий храм, который Бог сотворил, Бога подправлять, что он неправильно нас сделал. Надо было другого света напустить. Нет, ну я крашусь, допустим, для того, чтобы... Просто для себя. Нет. Они считают, что я там какая-то некрасивая для... Там вообще без косметики. Но просто я сейчас поеду на свадьбу к подруге, и мне надо выглядеть там достаточно... То есть подруга дороже Бога. Подруга дороже Бога. Вот видите как? Иоанн Златоуст говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А на этом фоне, говорит, еще дурнее будешь выглядеть. Нельзя этого делать? Ну, я вам сказал, видите, вы горлоза везде, краску толкаете, а потом ослепнет, такая сморченная, вредная старушонка получится. Ты сейчас научись послушанию. Библия есть, а не считаешь. Зачем же это делать? Ну, мне, допустим, мой духовный отец, это отец Петр из Боголюбовского монастыря. Еще? Я там часто бываю, я каждый год туда езжу. Ну, а еще, и он не говорит, еще чтобы не красилось? Ну, когда я у него спрашивала вообще, можно ли краситься, то есть в обычной мирской жизни, он сказал, это твое право. А у тебя правах никто не давал. Конечно, то, что вера это не поддерживает, но суть в том, что, как бы, если ты считаешь нужным, там, вне зависимости от чего-либо, ты можешь краситься. Можешь краситься. Значит, то, что я вам сказал, никакого следа вас не оставило. Ян Затаус это говорит, слышите? А Ефрем Стерин еще круче сказал, говорит, женщина красится для того, чтобы завлечь чужого самса. Зачем мне это нужно? Да вот это и оно. Зачем же это нужно-то? Вот у нас, вы к нам на Ютуб, зайдите на наш канал и посмотрите на наших девушек, которые не красятся ничего. Они первые красавицы. Да, они очень наши красивые, особенно Олега. Ну, тебя не спрашивай сейчас, ты помешаешь мне. Помолчи пока. Пока играет вот так. Иди, поиграй, побегай там. Нет, не надо, дорогая, этого делать, не надо. Выбрось все эти краски, весь этот камуфляж. Зачем прятаться? Если ты красивая, пусть, говорит, муж любуется твоей красотой. А я пошла куда-то. Да куда можно идти, когда тростная неделя идет? Люди с молитвы не встают, не едят ничего. А я пойду к подруге. Гуляют петь неверующие. Какие же это верующие-то? Да, да. Этого нельзя делать никак. Вот на наш YouTube-канал зайдите, он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». И зарядите слово «дети». И посмотрите там, как дети выглядят. И как у нас в церкви служба идет. Ни один ногой не переступит. Такая дисциплина. А сегодня знать не знает. Туда-сюда, туда-сюда только торгуют и все. А у нас торговли нету. С тарелкой не ходят. Шума нету. Чтобы люди молиться могли. Ну, у нас немного по-другому. А торговля сейчас везде идет. Во всех храмах. Чтобы торговли не было, такого храма не найти. Да еще не один. У нас из-за того, что сейчас храм только строится. Построили только первый этаж. У нас как-то часовню сейчас маленькую сделали. Ну, как маленькую. Ну, туда где-то, может быть, человек 300 в месяц. Но все равно, даже когда Рождество было, крещение, праздники. Люди даже на улице стояли. Хотя раньше у нас был маленький вагончик. Мы там служили. Вот. Люди православные, людей много. Начнешь говорить, ни один не знает. Ни содержание Евангелия, не говоришь Библии там. Вообще не знают ничего. Пост нарушают, не постятся. А раз не постится, 69-е апостольское правило. На два года отлучаются от церкви. Вот мы просто так привыкли. Базарный образ. Затащили сюда и. Если ты христианин, ты должен быть Богу послушан. А не по какой-то там подруге. Ты ее к Богу приведи. А эту всю мусор-то, дрянь-то, на собачьем жиру ее делают. Выкинь. Не надо поганиться даже. А то и сережки прилепят, и губы, и брови. Человеческой красоты-то нету. Одна грязь. Сходила в баню в ванну-то, и ничего нет. Чучело огородное остается. Я позвоню. В церковь-то ходишь? В церковь, да. А знаешь, какой праздник воскресенье будет? Да. Какой? Пасха. Пасха Христова. А что он означает, знаешь? Когда красят яйца. Едят их. Всякие игры играют. И едят куличи. И тогда в этом Пасхой заключается, да? Да. Он не знает тоже. Он разменёшься. Ну, а что вы все говорите? Пасха – это евреи, вышли из Египта, Египет. Это когда молятся Богу, когда Христос воскресенье. А мы так воскресенье не проходили еще. Ну, понятно, что не проходили. Ну, ты знай, Христос умер за... Постой. Христос умер за нас и воскрес. Христос – наша Пасха. Ни яйца, ни куличи. Он умер, как искупитель. И мы должны всем сердцем служить Ему. Это когда Христос воскрес. Ну, всё, всё пока. Ладно. Бога-то знаете? Как дела? Кого? Бога знаете? Молитесь? Конечно, молимся. Молитесь, да? А сейчас надо кальвили в церковь. А вот нашу книгу священную знаете, читали? В Библии. О, нет. Всё, сразу исчез. Ты хоть голову-то покажите. Чего спрятались? А у меня там полвистара спрятались. Да не поэтому спрятались, а... Охотитесь за чужими женами, от своей прячете, чтобы не увидало, где вы гниёте. Да-да. Ну, давай, опустись и поговорим. А ты прозорливый, дед. А чё прозорливый-то? Я верующий? Тут 50% мужиков лежат или анонизмом занимаются, или ещё голые. Совокупляются. Ни детей, никого не страшатся. Садом устроили из этого ролика. А ты, внучка, чё, разрешаешь смотреть, что ты делаешь? А ничего она не смотрит, она не понимает, бегает. Я же не даю смотреть. Которые разговаривают, тогда смотрим. Я говорю о Боге. Пришёл принести Библию им, чтобы они знали. Какая бахнутка у них мелочи. А сезон бы так было бы красиво.